Доброго дня и ночи, дорогой слушатель! Сегодня мы продолжаем делиться нашим опытом создания поселений-фракталов устойчивого развития и налаживания сетевого взаимодействия между этими поселениями. Под устойчивым развитием мы подразумеваем благополучие и самодостаточность каждого проживающего в таком сообществе, то есть, когда все есть, работа в радость, можем себе позволить наслаждаться жизнью. Эти поселения-фракталы мы называем ордексами, а сам образ жизни называем благомиром, или land of good по-английски. Наш опыт накоплен в Нидерландах, у нас уже 340 действующих ордексов, все они хорошо работают и растут в своем числе. Я делюсь с вами готовой формулой, формула, которая сначала была выведена как концептуализация, то есть на бумаге, а теперь 340 раз проверено на практике, и каждый раз формула работает. Сама идея благомира основана на идее древнерусской общины, доисторической общины, которая, как и предполагалось, приживается по всему миру. Начали мы строить благомир в 2015 году, причем уже тогда пришла информация, что грядут катаклизмы, пережить которые будет дано не каждому, поэтому, будучи людьми практичными, мы решили подготовиться. Для нас ордекс – это Ноев ковчег 21 века. Но прежде чем браться за постройку ордекса, необходимо принять принципы, которые лежат в самой основе такого образа жизни. Из моих предыдущих выступлений на российском инфопространстве я поняла, что даже у очень подготовленного слушателя есть затруднения в понимании некоторых основополагающих принципов, таких как принцип разнообразия, распределение энергии, принципы женского начала и сам принцип организации ордекса. Сегодня предлагаю разобрать принцип разнообразия. По большому счету, принцип разнообразия – это понятие и принятие того, что взрослые люди, несмотря на принадлежность к одной национальности, культуре или стране, могут разниться в своих предпочтениях. То есть люди все разные и хотят организовывать жизнь по-разному, по-своему. Конечно, разнообразие мне не всегда присутствовало в любом обществе, Но с появлением интернета сила единого источника новостей утеряла свое влияние на наши умы и восприятие мира. У каждого гражданина теперь своя гражданская позиция. И уже сложилось свое мнение, изменить которое очень тяжело. Совершенно естественно, что у них появляются единомышленники. Таким образом складываются так называемые «кластеры по интересам сообщества», которые самоорганизовываются и начинают худо-бедно функционировать. То есть происходит распад на фракталы, которые мы учитывали уже в 2015 году. Спектр фракталов обещает быть очень широким. Поэтому умение грамотно лавировать в этом разнообразии может помочь нам лучше ориентироваться в хаосе, который является неизбежным побочным эффектом распада и в который мы уже входим. Теоретически, общество может распадаться до самого базового фрактала, до ордекса одного человека. Принимая во внимание существование людей-отшельников, которые желают жить обособленно, ордекс одного человека становится реально возможным. Поэтому получается, сначала надо бы разобраться в своих личных предпочтениях и понять, откуда они у вас, как бы вы хотели жить. Здесь речь идет не об устоях и целях старого мира, в котором вы живете и на которые вы всегда привыкли опираться, а в ваших личных потребностях. Кто вы на самом деле? Не ваша общественная маска, не как вас зовут, не где вы живете или работаете, а когда вы один на один с собой, чего вы хотите, к чему вы бы хотели стремиться? Как ни парадоксально, этот вопрос может оказаться сложнее, чем мы себе представляем. Ответить на этот вопрос можно с помощью тщательного наблюдения за собой, самоанализа, самопознания. Можно также воспользоваться уже готовыми технологиями и практиками блага мира по выявлению своих настоящих природных способностей и предпочтений. Именно с этого процесса самопознания мы и начали организацию ордекса в Нидерландах. Первый шаг – это спросить себя, что такое быть человеком. Если вы не начнете исследовать, что делает вас человеком, как функционируют мышление и сознание, откуда берутся чувства, и как мы друг с другом взаимодействуем, и что придает жизни смысл, что такое работа, почему мы вообще должны работать, за деньги. Но деньги – это как пелена, которая все покрыла. Но самое интересное – как раз за этой пеленой. Там находится путь к познанию себя, к саморазвитию, к творческому мышлению, где из мечты создается новая реальность, из-за чего ты по-другому начинаешь относиться к своим собственным потребностям и потенциалу, а также видеть и чувствовать потенциал и потребности других людей, их таланты, и что все это должно уместиться на одной земле. Поэтому важно уметь договариваться и заключать соглашение. Но все начинается, на мой взгляд, прежде всего с вопроса, что делает вас человеком. Как выяснилось, уже на первой фазе стало врисовываться огромное разнообразие будущих Ордексов. Люди стали группироваться по совершенно новым причинам. Например, кто-то захотел жить на земле в своем доме, кто-то захотел объединиться в поселение с коллективным управлением, кто-то захотел жить в апартаментах, построенных в складчине. Одни сошлись на том, что хотят сохранить старую деревню, но наполнить ее новыми технологиями и мировоззрением. Другие захотели построить новое поселение своими руками или с помощью добровольцев. Кто-то захотел Ордекс вегетарианцам, кто-то по палеодиете, кто-то христиан, кто-то метафизиков, кто-то захотел зарабатывать или работать по системе блокчейн, кто-то пожелал отойти от денег вообще, то есть самообеспечения без цели прибыли. Другие захотели жить коллективным хозяйством с целью прибыли. Здесь уже речь идет о серьезных бизнес-моделях. Кто-то пожелал обмениваться продуктами, предметами обихода, в том числе автомобилями. Некоторые объединились, чтобы выкупить землю, и пока есть время, присматривают для себя подходящую модель Ордекса. Как вы сами видите, огромное разнообразие, где каждый Ордекс по-своему хороший. Дело не в том, какой лучше или хуже, а в том, что больше всего подходит вам в этой фазе вашей жизни. Поэтому мы не видим смысла сравнивать ни Ордексы между собой, и тем более ни страны, ни регионы, потому что у каждой страны свои предпочтения и задачи, зависящие от климата, истории, экосистемы и менталитета. Поэтому в России наверняка будут появляться Ордексы, отличные от голландских. И это есть прекрасно. Единственное, что объединяет все Ордексы, это мировоззрение блага мира и принципы сетевого холархического взаимодействия. Такое восприятие мира должно быть в вас уже заложено или развито. Если это с вами еще не резонирует, то, может быть, это еще не про вас. Потому что холархическая система означает, что нет одного на всех способа устройства жизни и ведения хозяйства. Есть одни идеалы, а способ их достижения должен быть различен, индивидуален, творческим. В этом и есть принципиальное отличие холархического общества от иерархической системы Старого Мира. Холархия – это когда люди и сообщества одновременно являются и целым сами по себе, и частью еще большего организма. Похоже на то, что перед тем, как объединиться, человечеству придется распасться. Похоже на то, что если объединение сейчас и произойдет, то оно, скорее всего, будет опять под неправильными лозунгами старой системы. При этом желательно понимать, что эта система достигла такого совершенства, что она способна обвести вокруг пальца даже такие самые гуманные глыбы человеческой истории, как коммунистическое и социалистическое движение, демократия, движение хиппи. И самое последнее ее победы – это бывшее свободное пространство интернета, которое превратилось в коммерческую пропагандистскую машину слэш-магазин, в главных ролях которой Стив Джобс и Билл Гейтс, которые когда-то были убежденными хиппи и пацифистами, борцами за свободу. Вот именно так и работает система. Что бы вы ни делали, в алгоритм ваших действий уже заложена ее собственная победа. Поэтому, если даже вы присоединились к самому, на ваш взгляд, гуманному движению, объединяющему тысячи и миллионы, на самом деле, сами того не замечая, вы продолжаете способствовать системе. Вот такой грустный парадокс стоял перед нами в самом начале создания блага мира. После долгих лет изучения социологии, религии, всевозможных общественных строев в разных странах и регионах, после многоразового внедрения блага мира в жизнь, мы поняли, что Ордекс – это единственно возможный выход из системы, который выгоден даже самой системе. Несмотря на то, что мы занимаемся халархией, не стоит забывать про иерархию, потому что избавление от иерархии – это одна из иллюзий, которую старый мир с удовольствием спонсирует, чтобы создать еще один отвлекающий маневр от того, чем на самом деле надо заниматься. В благомире трезвый подход к иерархии мы принимаем, что там, где появляются хотя бы два человека, там появляется биологическое неравенство, то есть кто-то больше или меньше, сильнее или слабее, старше, младше и так далее. То есть один из двух всегда потенциально превосходящий. Понимая это, в благомире смысл не в том, чтобы уравнять всех, что видится нам невозможным, а в том, как сделать так, чтобы сильный заботился о слабом, а слабый создавал бы сильному все для этого условия. Уравнять всех и каждого – это неисполнимая мечта, над которой можно работать бесконечно. Прошу не путать с равноправием субъекта перед законом, созданным человеком, а не природой. Равноправие перед законом в благомире настолько само собой разумеется, что это даже не внесено в этот список. Это и так должно быть понятно. Если вы дискриминируете, то то, что вы смотрите это видео, это уже удивительно. В общем, в самом принципе иерархии ничего плохого нет. Плохо, когда она используется в корыстных целях. А так как иерархия используется в корыстных целях уже по крайней мере 6 тысяч лет, то, на наш взгляд, иерархия не является той устойчивой перспективной основой, которая нужна для управления разнообразием. Поэтому, когда я читаю проекты о создании единой или всеобъединяющей глобальной универсальной системы для нового мира, какой бы гуманной она ни была, становится жаль ту драгоценную энергию, которая будет потрачена на то, что уже распадается. На фоне этого распада идея объединения всего мира под флагом одной системы не выглядит больше особо перспективной. Мы отдаем себе отчет в потенциальном существовании глобального правительства, которое по теориям заговора как раз и занимается тем, чтобы создать единую систему управления массами. И нам очень понятно стремление противостоять этой системе через создание еще более могущественной глобальной системы. По логике все верно. Однако на практике не надо забывать, сколько тысячелетий государственность шла к этой системе и сколько лет она полировала ее. Поэтому на фоне их могущества наши разрозненные инициативы выглядят как детский горшок в то время, когда у системы уже унитаз из чистого золота. Поэтому благомир не занимается развитием единого, то есть одного на всех, общественного строя. Этим занимается мужское начало. На это у нас есть государство, власть, конгломераты. На самом деле для любого государства распад на фракталы – это благая весть. Фракталы, основанные на самообеспечении, могут разгрузить государство, которое уже еле тащит нож постоянного обеспечения своих жителей необходимыми ресурсами. Государству, как институту, надо бы передохнуть и подготовиться, создать такие условия, при которых люди в кризисы сами бы обращались к государству. А кризис не за горами. Первая его волна – кризис ковида – наглядно показала, что общество практически во всех странах мира разделилось на три группы. Есть часть людей, которые доверяют и поддерживают свое правительство. Другие, которые не доверяют, но подчиняются. И третья группа, которая не доверяет и не подчиняется. Теперь стала постепенно врисовываться четвертая группа, которая, не нарушая ни одного закона, строит свою параллельную реальность, свои фракталы. Эта группа серьезно занимается переходом. Она создает альтернативу, протаптывая дорогу в новый мир. По нашим расчетам, именно у этой группы есть шанс пройти через бутылочное горлышко предстоящего катаклизма. Это и есть целевая группа благомира. Людей четвертой категории еще немного, но число их быстро растет. Например, сегодня мы занимаемся организацией ордекса мастеров в Вачорском районе Пермского края. Там будет место всего для 50 семей. Остальные три группы занимаются пережевыванием старой жвачки старого мира, проглотить которую все равно не удастся. А выплюнуть вроде тоже жалко. Так долго жевали. Да и другого блюда взамен-то нет. А не жевать мы разучились. Особенность этой жвачки в том, что чем сильнее ее жуешь, тем сильнее она прилипает к зубам. То есть более устойчивая она становится. И не мудрено, ее рецепт создавался на протяжении 6 тысяч лет. И сегодня она доведена до совершенства. Так вот четвертая группа учится переставать жевать. И происходит чудо. Жвачка начинает размягчаться и распадаться сама по себе на части. То есть минимум усилий, максимум результата. Я думаю, люди, которые относят себя к этой группе, понимают, что я имею в виду. Так вот именно для этих пробудившихся и создан благомир, в котором бороться со старым миром и строить новый мир – это две разные вещи. Итак, в соответствии с холархической организацией, в благомирии каждый ордекс – это фрактал, представляющий собой хорошо организованное, самообеспечивающееся сообщество, которое объединяет людей с холархическими потребностями и идеалами, без какой-либо оппозиции. У каждого ордекса свое энерго- и водоснабжение, производство продуктов питания и переработка отходов, своя организация быта, просвещение и инфраструктура. Как автор проекта я предпочитаю называть наше поселение свежим новым словом «Ордекс». Вы можете называться, как хотите, не принципиально, лишь бы вам было благодатно от этого и лишь бы вы резонировали с образом жизни блага мира. Ордексы взаимодействуют между собой по сетевой схеме. Механизм очень простой. Если вы делитесь, то с вами тоже делятся. Принцип разнообразия также позволяет ордексам делиться как клеткам живого организма. То есть, если ордекс делается переполненным, или если у отдельной части появляется желание вести хозяйство и сообщество другим путем, то он может интегрировать в два ордекса. Конечно, в современном мире это невозможно себе даже представить, потому что мы порабощены идеей собственности на Землю, недвижимость и имущество. Однако, потому что в благомирии отношение к Земле и к территориям кардинально другое, такие холархические конструкции становятся возможными. Благодаря распаду на фракталы создается пространство для эксперимента, где осуществляется естественный отбор ордексов, в результате которого будет выкристаллизовываться самая жизнеспособная модель ордекса. Может, именно она когда-то и станет платформой для объединения всего человечества под одним коллективным разумом. Но не факт, потому что общество это живой организм. И так как в мире не существует ничего статичного, то и общество будет бесконечно совершенствоваться. Это творческий процесс. Смысл не в том, чтобы спрятаться от проблем и задач, а в том, чтобы уметь видеть в них путь к самосовершенствованию. Бороться с проблемой и решать задачу это энергетически две разные вещи. Распад на фракталы может грустно восприниматься некоторыми лидерами, потому что они не станут знаменитыми на весь мир спасителями нации. С другой стороны, принцип разнообразия как раз увеличивает шансы стать заметным любимым лидером в своем ордексе единомышленникам, где не придется распыляться на переубеждении инакомыслящей. Если с вами резонирует эта информация, присоединяйтесь к нам. Мы долго работали над этим образом жизни. Мы уже изобрели то колесо, которое уже ездит на дальние расстояния. Итак, я надеюсь, я сумела донести принцип разнообразия, его пользу и целесообразность. Мы с радостью поделимся технологиями по организации Ордекса и сетевому сотрудничеству с нами. Как раз об этом в следующем видео. Благодарю за внимание каждого из вас.